Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 августа и я хочу вам еще раз, пока все не обобрала томаты, показать вот этот сказочный сорт Шахерезада, который называется томатным персиком. Видите, какие лохматенькие? Они действительно похожи на персики. Вот персики висят на томатах, какие-то покрупнее, какие-то помельче. И сейчас я еще раз опишу, может быть, кто-то только что добавился, и когда я рассказывала про них, вообще они были еще не очень спелые, зеленые. Я сейчас покажу вам кустики. Вот видите, вот этот вот ряд, увешанный томатными персиками, это все Шахерезада наша. Я их, как сказать, не укрупняла, и они вот именно получились, размер с крупный персик. Но если бы я формировала там количество цветочков, кистей, тщательно посынковала, они могли бы быть крупнее, потому что этот сорт относится к крупноплодному. Сейчас я вам прочитаю описание. Вот у меня есть пачка, сохранилась. Так, как бы встать удобнее, чтобы... Ой, подождите. Здесь присяду сейчас. Томат Шахерезада. Новинка. Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями и плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов. Крупный, густо опушенный, темно-зеленый листвой. Куст детерминатный, высотой до 1 метра. Плоды по форме цилиндрические, с носиком, напоминают крупные бархатистые оранжево-красные персики. В шутку, этот сорт можно назвать томатным персиком. Томаты плотные, очень вкусные, массой 200-300 грамм. Причем при выращивании в один стебель плоды крупные, а без посынкования мельчают. Вот я не в один стебель выращиваю, поэтому они у меня именно как персики. Прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. На одном квадратном метре размещают 3-4 растения. И можно выращивать 2-3 стебля с подвязкой. Вот жаль, что сейчас у нас нет солнышка. Иначе вы увидели бы именно вот этот вот, как они блестят, аж переливаются на солнце. Вот эти вот листики, видите какие они? Они от других отличаются, они лохматые. Они сильно-сильно-сильно опушенные. Опушенные стебельки, опушенные помидорки. И маленькие помидорки в пуху, и большие в пуху. Некоторые вот этот вот опушек люди воспринимают как недостаток. Кому-то все равно лохматый он или нет. Вот его берешь на ощупь, он прям бархатистый такой, ну как это, вот как персик. Как котеночек лохматенький. Очень красивый, очень оригинальный сорт. Вот если кто-то хочет разнообразить свой участок, добавить немножко красоты, эстетически, чтобы выглядело очень красиво. Сорт шухереза, вот этот сказочный сорт, он для этого идеально подходит. Какая красивая рассада весной, лохматая, изумрудно-зеленая. На солнце вся переливается, искрится. Все, я его показывала весной в рассаде, сейчас показала, какие плоды. Вот у меня плоды вот такие вот, ну средние. Как такой хороший крупный персик. Они очень вкусные. Но если честно, я шкурку с них все равно сдираю перед тем, как есть, щекочется язык. А во всем остальном это такие же томаты. Прекрасные, хорошие, вкусные. Смотрите, какие даже у них стебли лохматые, видите. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий обзор спелых плодов сорт шухерезада.